Для начала, по традиции, предлагаю сверить часы 13.07 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня свое мнение особое выскажет в нашей студии общественник Николай Пихтин. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Слушайте, как быстро время идет. Недавно Новый год праздновали, а уже первый месяц этого самого Нового года уже практически заканчивается. Да, и скоро 20 лет. Снова праздник. Они, кстати, мужские праздники, они в этом году продолжительные какие-то там будут. Несколько дней, три или четыре дня, а в честь 8 марта будем отдыхать поменьше. Да, один день. Вы, мужики, готовьтесь. Ладно, и женщины. Завтра 31 число, и завтра состоится официальный рабочий визит в наш город главы российского кабинета министров Дмитрия Медведева. Давайте предположим, что вам, Николай Анатольевич, завтра посчастливится встретиться с Дмитрием Анатольевичем и задать ему вопрос, ну, не знаю, на какой-нибудь пресс-конференции. Мы сейчас, кстати, говорили об этом в конце дневного разворота, и активно наши слушатели звонили. Вот что, по их словам, они бы хотели сказать премьеру, почему цены на бензин такие высокие, почему они растут, почему мало лекарств на ветеранов выделяются. Последний из позвонивших сказал, что у меня вообще цензурных слов нет для того, чтобы с чем-то с такими к Дмитрию Анатольевичу обратиться. Вот предположим, что у вас появилась возможность с этим вопросом. О чем было? Или что бы порекомендовали, что бы посоветовали? Вы знаете, я бы, наверное, спросил про помощь, оказание федерального центра, помощь городу Кирову в уборке снега. Ох ты! Да. Почему? Потому что на самом деле для уборки снега нормального, и не только снега, а вообще уборки города, не хватает прически две трети суммы, которая необходима. И здесь без какой-то помощи внешней город просто не справится. То есть надо какую-то особую федеральную программу именно для Кирова? Да. Ну, в частности, да. А почему нет? Как пилотно сделать, попробовать. То есть нужна техника, нужно финансирование. А почему именно эта тема? Вы ее поднимаете? Вы видите этой зимой, что у нас не все в порядке с вызовом снега? Ну, я вижу, каждый год я вижу. Это не только нынешняя. Каждый год. И здесь нужно уже фундаментально что-то менять, заменять. Дальше так уже невозможно. А как насчет предложить, к примеру, пройтись по нашим скользким, отполированным морозам, улицам, тротуарам? Да, и посоветовал бы просто вне маршрута, который официально заявлен, просто пройтись по дружбе у нас, пройтись по целым, пройтись. У нас это вы живете в районе дружбы, имеете в виду? Да, да. Там есть на что посмотреть. Или снежные завалы. Тема грязи опять актуальна. Посмотреть, что мы на своих ногах заносим в квартиры, в офисы. Так что есть на что посмотреть в городе. Но только официальные маршруты этого не дают. Официальные маршруты пребывания одного из первых лиц государства. Куда бы им посоветовали еще заглянуть? Один из звонивших сказал, а что в областном центре? Давайте в районной области выйдем, в деревни какие-то отдаленные. Там посмотрим, что происходит. Нет, кстати, это очень полезно. Потому что такого уровня руководители, они несколько зашорены, они этого всего не видят. Я бы порекомендовал съездить, условно говоря, в Ахрушево, в Нангасово, хотя бы недалеко заехать. А в принципе вам интересен визит к главы российского проекта? Я пока не совсем знаю цель, но насколько есть информация, что и Шойгу приезжают, и они вместе поездят на авитек. Похоже, такой довольно узкий визит. Они заедут на авитек, свои вопросы порешают и обратно уедут, скорее всего. Понятно, что оборонка – это важная часть, конечно, экономики региона, но еще много и других сверх, в которых бы хотелось бы участие. Ну, лесная утрас, беда. С лесной утрасю никак не могут навести порядок. А больше здесь особо и нет. Ну, хорошо, будем дожидаться приезда. Все равно новости будут. В любом случае. Да, в соцсетях люди радуются чему, но хоть немножко город приберут чуть-чуть получше. Опять же, вокруг этого все пройдется. Люди хотят элементарной чистоты и порядка. Ну, это особенность не только нашего города. Конечно. Мы же видим в интернете сообщения, как готовятся другие города, которые приезжают к руководителю государства. 31 января, напомню, завтра должен состоять официальный визит Дмитрия Медведева в наш город. А вот позавчера, 28 января, в субботу, было ровно полгода с момента назначения Игоря Васильева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области. С одной стороны, полгода, наверное, для управления срок не слишком большой в рамках области. Даже маленький. Да. С другой стороны, по человеческим меркам, ну, полгода, шесть месяцев, это, в общем-то, уже приличный срок. Ну, и, соответственно, мой вопрос, Николай Анатольевич. Вот итоги полугода работы Игоря Васильева и его команда в нашем регионе. Как оцениваете то, что происходило на протяжении этих последних месяцев? Вы знаете, вот хотелось бы... В эмоциональном плане, в каком-то рациональном... Да, хотелось бы отметить в том, что в информационном плане мы, практически, не видим никого. Какая работа проводится, а поменялся полностью, все управление поменялось, и каких-то таких, ну, во всяком случае, значимых, громких действий пока не видно. Разве что вот тот же, то, что Васильев... Рейды проводит, опять же, по чистоте, по городу Кирова, по уборке снега. Ну, вот, недавно было озвучено одним из его заместителей, то, что рейды эти будут еженедельные. Польза от этих рейдов, конечно, есть, безусловно. И для меня, я уже повторюсь, я об этом говорил, что для меня странно, почему руководство города такие рейды не проводит, а губернатор проводит. Но здесь хотелось бы идти дальше. И, в принципе, вот как раз о помощи городу здесь губернаторы должны решать. То есть, может, какие-то законы изменить, решить вопросы по финансированию дополнительно, потому что город сам не справляется. Ярно, недостаточно финансированный. Чтобы областной бюджет, вы имеете в виду, каким-то образом еще больше помогал. Может, областной, может, федеральный, да, целевые деньги именно для этих целей. Наверное, настала пора уже эти вопросы решать, потому что, ну, сколько больше. А на вас, вот, чисто в эмоциональном плане, действуют эти кадры, телевизионные кадры? Чиновнику предложили с коляской пройтись, по этим заснеженным тротуарам, вручен пакет соли представители управляющей компании? Нет, особо нет впечатления. Почему? Потому что, ну, такое было уже и не раз, ну, что-то подобное. И причем десятилетия уже одно и то же. То есть, эффекта-то мы не наблюдаем. И если вот посмотреть, как город говорит, у вас Симаков, интервью, может, читали. Начальник управления поднестройства и транспорта. Да. Он же, по сути, он прав. У него на одну треть всего финансирования. И поэтому, хотя и городу есть на чем работать, нужно технологии современные внедрять, пытаться что-то делать, в дверь этим же губернатору стучаться, в дверь. В конце концов, здесь мы выпускаем очень важную роль депутатов. Почему они финансирование... Депутаты в городской думе. Да. Почему они финансирование маленькое оставляют на это дело, на благоустройство. То есть, по остаточному принципу, похоже, такое видео. А вот эти рейды проходят, вы потом телевизионные сюжеты смотрите? Да. Или читаете? Телевизионные, плюс соцсетях. Ну, вы заметили, да, что на первом-то плане все-таки руководство региона, да? А как-то вот глава администрации и мэр города, он где-то там в сторонке. Так я после первого рейда еще удивление написал, а почему это самое не делает мэр города и глава администрации. Это как бы их работа, они должны делать и ходить подрядчиков своих, так сказать, гонять, замечания делать. В общем, нам бы хотелось еще кого-то большего удвижения уже в плане помощи, да, городу на уборку. Да, ну, нужно менять, потому что иначе ничего не изменится. На будущий год тоже самое будет. У нас сейчас будет небольшая пауза, я напомню, что это особое мнение Николая Пихтина, общественника, на сайте хакирова.ру есть специальные формы для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения, и там же на сайте есть еще и аудио и видеотрансляция нашего эфира. 30 секунд буквально, и мы продолжим. Общественник Николай Пихтина, именно сегодня его особое мнение в нашем эфире, еще по поводу областных властей, Николай Петрович, хочу спросить, а как вам подобранная команда, окружение Игоря Владимировича? Я же говорю, информационную пока не видим. То есть закрытость информационная? Закрытость, да, мы не видим, во всяком случае, где-то на паблике этого почти нет. Таким образом, повышать эту самую информационную открытость, на ваш взгляд? Им открываться. Это не естественная информация. Самим с инициативой выходи, что мы хотим говорить, мы хотим наслуждаем. К вам в студию почаще приходите, всем и так далее. Спасибо, что вы солидарны нам с нами в этих вопросах. Мы, да, хотим, хотелось бы разговаривать, безусловно. Кстати, один из элементов открытости тут планируется общественное палат в Кировской области реализовать. Когда, вот, недавно Александр Владимирович Бричалов приезжал, он посоветовал нашим членам общественной палаты, членам нашей общественной палаты, попытаться министров, их заместителей на регулярной основе как-то в общественную палату приглашать, чтобы они рассказывали о своем работе, объясняли. Как вам такое направление? Не нет места будет в общественной палате? Нет, очень правильно. Единственное, что здесь надо, так сказать, глухо построй держать, чтобы министры не подменялись собой, не посылали кого-то вместо себя. Для отмазки? Ну, типа, да, отмазки, да, что вот, я не могу, а вот, вот, придет там, зам или еще кто-то там. Мне кажется, что уже первые лица есть первые лица. Кстати, новость, касающаяся временно исполняющих обязанностей глав регионов, появилась на прошлой неделе. Речь идет о том, что глава государства внес законопроект в Госдуму, обязывающий в Рио губернаторов отчитываться о своих доходах. Также они должны предоставлять информацию о доходах и имуществе членов своих семей. На раскрытие средений в Рио дается 15 дней со дня назначения на должность. Однако, если он уже раскрывал ранее доходы свои, находясь на какой-то должности, то этого делать не надо. Целесообразно выводить такую норму? Нет. Мне кажется, целесообразно, потому что это, по-моему, сделано банально просто, что закрыт пробел в законодательстве, где губернаторы это все должны делать, а на Рио это не распространялось. И просто сейчас и на Рио это распространяется. Наверное, это правильно. Тем более, что в Рио, он, как правило, через год идет на выборы, и народ больше будет... Каким-то таким образом избирается. И народ больше будет знать о нем. Так что, полезная штука. Потому что такой элемент открытости должен присутствовать. На Ваш взгляд. А насколько это хорошо, не знаю, так уж простым языком выражается, или насколько это плохо, когда временно исполняющий обязанности еще и активный партийный функционер? Ну и я... Я имею в виду, как раз-таки, в Рио нашего региона 24 декабря еще состоялась отчетно-выборная конференция Кировского регионального отделения «Единая Россия», открывал ее как раз-таки Игорь Васильев. Он сказал, что кировчане поверили в «Единую Россию». Это, видимо, о результатах выборов идет речь, да, минувших? Кстати, у меня этот тезис вызвал большие вопросы. Хорошо, давайте остановимся. Вы поверили в «Единую Россию» лично? Нет, откуда вообще взялось это, чтобы поверить? Это, чем мерили и откуда это пошло? Судя по паблику, судя по СМИ и по соцсетям, я бы так не сказал. То есть, по тем высказываниям, которые имеют место... Да, честно говоря, высказываний-то особых и не было. То есть, обсуждений широких не было на эту тему. Так что, откуда взято, это мне непонятно. По словам Васильева, успех «Единой России» подтвержден вашими конкретными делами, ответственностью за выполнение своих предупродных обещаний. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы жизнь кировчан стала лучше, чтобы регион развивался, молодежь оставалась здесь, развивалась и продолжала трудиться. Ну, золотые слова, по сути-то, да? Ну, надо, к этому стремиться надо. По сути, золотые. Но дело в том, что... А по факту? А если чиновники эти были из других партий, то что, не надо стремиться? Ну... Вот какая связка вот здесь вот, мне не совсем понятна. Руководитель ОЗС Владимир Быхов ведь не так давно говорил. Ну, если уж там о внутренней работе ОЗС, что среди оппозиций нет таких людей, уровня руководителей комитетов. Помните, он говорил? В начале ноября. Так это стоит задуматься. Комитетов ОЗС. Это стоит задуматься, это неправильно. Он должен быть эксперт, широкий, разных мнений, а не только Единой России. Такая монополия, она приводит к нехорошим последствиям. Этого история показывает, поэтому... А Владимир Васильевич говорил о том, что монополия Единой России – это хорошо? Нет, я абсолютно не согласен. Чересчур на Ваш партийный начало выпячивается? Как не понятно. Поскромнее нужно быть. Да, и мне кажется, вообще губернатор должен быть равноудалённый от всех партий. Мне кажется, это будет правильно. Это возможно? Возможно, а почему нет? Просто если сейчас начинать какие-то конкретные примеры приводить, но... Что-то я так-то сразу не вспомню, я имею в виду по территории России, по регионам. Нет. Белых у нас в партии же не состоял. Не состоял. Вот пример был. Ещё одну тему хочется с Вами обсудить, о которой много говорится в последнее время. В общем, горожане были взволнованы сообщением о том, что авиакомпания «Победа» прекращает регулярные авиасообщения с Москвой и Санкт-Петербургом. Как раз таки с 1 февраля уже невозможно билет купить на «Победу» в Москву. С 20 января прекращены рейсы в Санкт-Петербург. Ну, вы следите за тем, что происходит. Уже озвучена эта информация про скидку авиакомпании, что 80% дана была преференция. В этом году «Победилово» рассчитывает получить из областной казны 90 миллионов рублей. В Рио, исполняющий обязанности губернатора, назвал «Победилово чёрной дурой», но всё-таки распорядился найти эти самые деньги. Распорядился, дал распоряжение Минфину. Ну, не знаю, давайте, наверное, разделим отдельно ситуацию вообще с аэропортом и ситуацию с «Победой». Потому что то, что произошло с «Победой»… — Там, знаете, что интересно получилось, когда вот эта информация прошла, я в соцсетях написал, а я, честно говоря, как-то не придавал значения, что ли, о том, что как бы мое мнение, что вот даже из соцсетей, ну, мало кто пользуется «Победой», вроде чего шум поднимать, вроде бы, ну, не так много людей, которые пользуются. Оказалось, очень много пользуются. Оказалось, и рейсы заполнены, и так далее, и так далее. — То есть вы на тот момент это не представляете? — Да, я признал свою ошибку, что, действительно, значит, я ошибся, не представлял. И то, что «Победа» ушла, то, конечно, жалко. Люди имели возможность, так сказать, за небольшие деньги, да, очень хорошо летать. Тем более график, обеды были удачные, рано утром пребывали, вечером можно было уже быть в Киеве. Так что, и дальше, значит, при обсуждении… — Но это до марта 2016 года, насколько я понимаю, была такая ситуация. Потом всё-таки московский рейс, он был почти в 10 часов вечера в Москву. — Ну, по графику я точно не буду говорить. И дальше при обсуждении, довольно широкое обсуждение было, скрылся интересный момент, о котором говорили уже профессионалы. О том, что, действительно, аэропорт сам, как сервисный центр, он вообще в ужасном состоянии. — Что имеется в виду? — Это буфет, это какие-то там, я не знаю, продажи чего-то, это обслуживание пассажиров, чтобы просто отдохнуть, посидеть, комнаты отдыха там и так далее, и так далее. Ну, целый комплекс. И, на самом деле, оказалось, что по сравнению с другими аэропортами люди приводили примеры, там, Саратовский, ещё какой-то, который… Сам аэропорт зарабатывает, ну, довольно приличные деньги. А наш оказался, что вообще очень мало зарабатывает. И в результате у меня накладные расходы очень большие. И отсюда, значит, и размеры дозации очень большие. — Ну, смотрите. — И Васильев, наверное, правильно говорит о том, что «чёрный дыр» надо закрывать. Конечно, надо им перестраиваться. — Ну, смотрите. Есть объективные данные о том, что «Победа» принимал на себя очень серьёзный пассажиропоток. Во многом из-за работы «Победы», из-за присутствия «Победы» у нас вот такое активное сообщение было наложено. — Конечно, конечно. — Ну, сейчас, видимо, есть об этом сообщалось распоряжение некое у Рио-губернатора о том, чтобы переговоры с «Победой» продолжались. — Да. — Ну, всё-таки, может быть, стоит лично главе Рио-губернатора включиться в этот процесс? — Объяснить. — Как это было раньше? — Мне кажется, здесь особо переговорить-то как бы нечем. Есть вопрос денег. Будут деньги — победа будет работа. Не будет денег — победа не будет работа. Вот это всё. Банальное просто. — Ну, вы помните, как в предыдущих созывах областного законсобрания эти жаркие, яркие споры были по поводу финансирования «Победилова»? Была группа депутатов, которые… — Да, о чём мы говорим. — Я всё время пыталась доказать, что эти деньги необоснованными туда… — Нет, я вам скажу больше. Это действительно чёрная дыра. Я, насколько помню, это лет 20 уже примерно вот так вот продолжается. То есть туда вкладываются довольно большие приличные деньги, а отдачи-то как бы нет. И самое интересное, что за эти 20 лет сам аэропорт практически не изменился. — Многие с вами, наверное, не согласятся. Всё-таки преобразился зал, ожидая на этом, стойки регистрации появились. — Имеется в виду сервис? — Да. — Имеется в виду сервис. Дальше, ну посмотрите, вот сюда буквально свежие фотографии прошли. Когда прямо перед аэропортом куча снега лежат. Вот этот забор зелёный они поставили, довольно странный. тогда это ещё вопросов снимали. — Ну, при этом, при всём, вы замечаете улучшение-то в аэропорту, в нашем… — Улучшение? Какое-то есть. — Ведь всё-таки цифры есть, они доступны, да, по… 200 тысяч, по-моему, было перевезено в прошлом, в 2016 году. Ну, где-то на уровне на этом. И первоначально планы ставились по выводу именно на такую планку. — Здесь ведь, чтоб не лукавить, как бы здесь победа взяла ценой. Очень низкая цена билет. Поэтому люди массово это начали пользоваться. Это всё. Но разница в цене, мы это же должны понимать, она же из бюджета идёт. То есть люди, которые никогда не летали, они, получается, все платят, и мы с вами платим за это. — Ну, как вы думаете, воздушный гавань, воздушные ворота нашего региона, они должны быть? — Обязательно. — И должны быть доступными? — Обязательно должны быть. — Людям? — Конечно. — Кстати, когда последний раз цены летали? — Я в ноябре прошлого года. — Где-то года полтора летал. Но я как летал? Мы из Казани летели сюда, в Киров. Так здесь буквально сели и прошёл и вышел. — Ну, кстати, с 1 января ещё и программа отменена перевозок авиа в рамках перевозки федерального округа, которая датировалась с федерального бюджета и с областного бюджета. Это направление. — Нет, да видите, здесь похоже, вот и специалисты говорят, что… — Из Казани расходят. — Похоже, это было такое изучение спроса. И выявилось, что очень большого-то спроса и нет. А на малую авиацию, то есть, допустим, в рамках области спросы про Чески отсутствуют. Почему? Потому что сейчас у людей машины и так далее. У них автобусы сейчас вот и экспрессы всякие ходят. Любой район. За это желе от Чески можно долететь. — То есть, если говорить о возрождении региональной авиации, это только лишь при таких богатых условиях жизни? — Да она вряд ли. Мне так видится, что она вряд ли вообще имеет перспективу какую-то. Ну, сами подумайте. Вот вам, допустим, надо в Тужу улететь, условно говоря. Вам надо час добираться до аэропорта. Сколько времени? Час? Вы просидите, прождете его. Плюс тоже прилетите. Еще из аэропортов тоже надо добраться до самого поселка. Сколько времени? А, это ж накладные расходы, питание и все прочее. То есть, нам приятно. Реклама у нас сейчас будет. Я напомню, что эта программа «Особое мнение» и своим особым мнением сегодня Николай Пихтин, общественник. Прервемся на полторы минуты, скоро будем продолжать. Николай Пихтин, общественник, сегодня у нас в студии. С своим особым мнением мы продолжаем. Меня зовут Владимир Сметанин. Хочу поинтересоваться вашим мнением работы областного законопроектора Николая Анатольевича. Перед тем, как на конкретном законопроекте упомянуть все-таки общее мнение. Ваше хочется услышать. Несколько месяцев уже работает шестой созыв ОЗС. Вы следите, вам интересно, что они там обсуждают, как голосуют. Или лишь это подавляющее большинство «Единой России» и 37 человек. И так все понятно. Как для вас? Честно говоря, вот такие. Каких-то шумных, таких вещей важных я не слышал. Такая реала текущая единость. Буквально недавно было озвучено следующее направление в работе ОЗС. При нашем региональном парламенте должен будет создан Совет, в который войдут спикеры предыдущие, да, руководители комитетов прошлых созывов. Это целесообразность, на ваш взгляд. Ну, я, честно говоря, не совсем не понимаю. Для чего это нужно? Привлечь, так сказать, оксакалов, чтобы они... Не, ну Совет, он дали свои рекомендации. Он каким-нибудь полномочиями будет обладать. И для чего? Мы видим только совещательным, там, рекомендательным. Так выплеснуть, как бы, свои эмоции. Ну, пусть посовещаются. В феврале будет состоит первое заседание в этом году ВЗС пленарное. И, в частности, должен там быть рассмотрен законопроект о детях войны. Вносит его в Рио губернатора. Ранее с такой-нибудь стативой коммунисты выступали. Статус «Дети войны» будет человеку выдаваться удостоверение, нагрудный знак в качестве преференции, которую получит пожилой человек. Это внеочередное обслуживание в поликлиниках и других социальных учреждениях. Нужно выводить? Мне кажется, оно стоит ввести, да. Их очень мало осталось, и я думаю, здесь бюджет не пострадает, а пользователей будет. Ну, удостоверение, нагрудные знаки – это тоже некие расходы на их производство. Большие расходы, скорее всего, мне кажется, это не полезно делать. Ну, мало уже осталось и инвалидов, и иных участников, и и тем более. А может ещё подумать по части неких льгот, предусмотреть данную категорию граждан? Выплаты какие-то? Я понимаю, что у нас очень всё непросто. Я, насколько знаю, они и так получают дополнительные выплаты. Так что, ну, сделают знак, ну, в общем, будет, мне кажется, полезно для них. В декабре на последнем пленарном заседании ОЗС в прошлом году рассматривался законопроект, который отменяет ежемесячные выплаты ветеранам труда 453 рубля. По данным правительства, в случае их отмены удалось бы сэкономить 140 миллионов рублей. Ну, это тоже резонанс вызвало. По ветеранам труда я как-то уже высказал своё мнение. Соответственно, да. Надо, не надо? Вы знаете, моё мнение такое, что ветеран труда выплаты какие-то там, льготы и так далее, должно предоставлять то предприятие, где он больше всего проработал. А не бюджет. Например, отработал на… Допустим, на… Допустим, на… Допустим, на… Допустим, на юрле лице? Ну, как-то. Значит, уже всё, человек будет знать, что сколько не трудись, а уже не получишь такой награды. Но мне кажется, да. Люди ведь пожилые далеко и далеко не богаты живут. И эти 500 рублей почти тоже, ведь, собственно, существенная поддержка? Ну, я бы не сказал. Допустим, и когда платят государство, это, вроде как, ну, вот, признание именно государством заслуг человека. Ну, я говорю, вот, моё мнение такое, что лучше, чтобы это предприятие, хотя бы что предприятие не дистанцировалось после того, как человек отработал там 30 лет а потом предприятие его и забыл кстати, некоторые депутаты считают, что данный законопроект, несмотря на то, что он был отклонен будет рассматриваться областным парламентом еще раз, не знаю, поживем, увидим еще одна тема всколыхнувшая всю страну речь идет о событиях декабря еще 16-го года, массовое отравление спиртосодержащей жидкости в Иркутске когда много десятков человек погибли здоровье серьезно себе подорвали так вот, 25-го, да? 25-го января, буквально на днях Роспотребнадзор еще на 2 месяца продлил запрет на продажу этих жидкостей, так называемых фуфыриков до этого месяц действовало действовало это ограничение с 26-го, по-моему, декабря сейчас, по-моему, в кировских СМИ буквально каждый день, по крайней мере, на интернете появляется информация о том, что вот столько-то фуфыриков изъяли, столько-то литров, тысяч литров ну, проблема существует уже очень долгие годы Проблема, да, и дело в том, что похоже и государство, и власть не могут найти решение здесь потому что, как бы, если запретить просто спиртосодержащие, то попадают в духи, а не колонны и так далее плюс сейчас лекарства попадают безобидные, так скажем, и так далее и решения здесь найти не могут все же менталитет русских такой, что, мне кажется, что бы ни приняли, все равно диффузорики появятся в другом виде, там еще как-то выгодный бизнес люди делают А что дальше вот раньше? Раньше Роспотребнадзор не мог ввести соответствующие запреты тоже? Не могут решить, так это же запрет временный Он максимум 90 суток То есть здесь уже поступает по нашему, но прижало уже, ну, другого варианта нет хотя я не исключаю, что этот запрет, он, да, и в противоречии с законами, что бы, может быть, не совсем законный, но тем не менее, как бы, делать что-то наоборот А Вы разделяете позиции? Ну, я просто читал мнение некоторых предпринимателей, ведь торгуя данной продукцией, мы ничего ведь не нарушаем Я о чем и говорю? Вы... Я о чем и говорю? Ну, если у человека есть спрос, то пусть приходят, покупают... Но мы-то ведь в правом поле находимся, как это говорит Я о чем и говорю? А то, что в Иркутске произошло, там просто банально те, кто производили, это... Они спирт перепутали или специально сделали, непонятно, до сих пор И вместо этанола метанола имеется в виду? Да, да, хотя, вроде бы, на этикетках написали, как бы, для себя отмазу такую сделали, но результаты плачевные получились Но мы можем остановить распространение вот этого зараза? Не могут решения найти А у Вас какие-то предложения? Нет, тоже нет никаких предложений Это самый простой, конечно, способ взять запретить и уничтожить Саму продукцию изъять и так далее Ну, это временно Что-то мне подсказывает, что... А ведь, смотрите, допустим, на изъятую продукцию кто-то из продавцов, владельцев, они возьмут, напишут заявление в суд и разбирательство, и они, скорее всего, будут проводить Ну, что-то мне подсказывает, не знаю, как у Вас, мое личное ощущение, что реальные масштабы находящиеся данной продукции в продаже, они гораздо больше, чем полицейские осведомляют нас о том, что вот столько-то изъяло На порядок больше, да, скорее всего, такие есть Ставится немного времени, хочется затронуть еще тему подорожения проезда в общественном транспорте с 1 февраля, буквально уже послезавтра Ну, у нас каждый год, каждый год эти нас повышаются Нет, год последний не было, по-моему Почему? В 16-м году, да, в 16-м году, да, 20 рублей как раз было повышено Ну, так или иначе, тема у нас всплывающая И понять можно перевозчиков Ну, действительно, затраты растут Бензин дорожает, запчасти дорожают С другой стороны, народ богаче не становится Так, в основном, это свои массы И вот эта надбавка небольшая, вроде бы, да, в 2 рубля, но если в рамках месяца или в рамках полугода, ну, сумму уже ощущаешь Мы неизбежно будем дискутировать по поводу этого Скорее, при этой системе, да, скорее всего, так оно и будет А если менять систему? Система здесь, я что имею в виду, что дорожники особо к себе не подпускают, чтобы раскрыть все их расходы и доходы Дорожники, в смысле транспортники? Транспортники, да, транспортники Теревозчики, да, они же не допускают к себе Чтобы полностью показать И на цифрах реально доказать, что повышение неизбежно Потому что альтернативные перевозчики говорят, что мы за 18 можем выйти И нам прибыли этот доход А эти из 20 уже не могут, как бы То есть здесь дело темное А мы, кстати, говорили, да, вместе с перевозчиками поднимали эту цену не так давно Региональная служба по тарифам, говорится, принимает решение Об увеличении Там есть определенные рамки Нельзя, в том числе, чаще, чем раз в год менять расценки на проезд Перевозчики-то в РСТ предоставляют эти выкладки Вот эти все расчеты Помните, они 30-35 рублей просили в конце года, да, чтобы работать на него в убыток А я спросил, а почему мы-то не можем посмотреть на эти расчеты, почему не опубликовать-то их? Нет, во-первых, не публикуют, да, странно А во-вторых, то, что они предоставляют, это не факт, что достоверно То есть здесь как бы подвох Я вот как-то, да, у меня какие-то сомнения есть И если они сейчас подняли 22, у меня, соответственно, вопрос встает, а почему не 32? А почему не 42? Почему не 22? Мы обсуждали, в том числе, и со служителями, и были звонки Люди говорили о том, что они с каждым разом, чем выше становится проезд, они все больше начинают просто там заходить пешком Отказываются Это так и будет, плюс, опять же, сервис обслуживает Вы имеете в виду, поднимаем, но ничего взамен не получаем Да, взамен ничего не получаем, да, и поэтому здесь вопросы вот такие обывательские Они встают, безусловно Это грязные автобусы, они кожаные, обшарпанные и так далее, и так далее Для вас тоже, наверное, не секрет, вы слышите, слушайте Может, сами так же поступаете, что у нас уже давно стало выгоднее пользоваться такси в складчину Да, в четвером куда-то выбраться Нежели пользоваться общественным транспортом Ну, часто бывает, вот сегодняшний пример, ну, если ждать, сколько автобус я прожду, то я быстрее на такси доеду и с комфортом доеду Ну, кстати, читали, да, что и таксисты тут некую организовали Пытались Пытались организовать, да, пока ничего не получилось Но в нашей студии ведь прозвучало это предложение и мнение таксистов, которые живут этим, работают этим Потому что поездка в такси не должна у нас в нашем городе, именно в нашем городе стоит дешевле 100 рублей Ну, это не факт Ну, так, 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 таксисты говорят А Яндекс такси-то почему дешевле? Я, честно говоря, подробно в работе Яндекс так не разбирался Вот мне специалист рассказал, почему у них дешевле получается Если, допустим, условно говоря, мы с вами сейчас находимся на Московской 30, да, вот 40 40, да Если я сейчас буду заказывать такси, то обычное такси, стоя на филейке, даже он примет заказ и поедет сюда Сколько у него пробег было А Яндекс такси ограничен круг и дальние таксисты, они просто не услышат этого заказа Они не смогут его принять Технически так Это технологически чисто, да, то есть он стоя в 200 метрах от меня принимает заказ А если он 300 метров, он уже не примет этот заказ А эта экономия очень большая Конечно, на бензине в первую очередь Конечно Тему еще хочу поднять, ну, она уж такая глобальная Видимо, мы весь год будем о ней вспоминать и будем ее обсуждать Я имею в виду год экологии, который стартовал у нас с 1 января 2017 года Вот что, на ваш взгляд, в рамках года экологии нужно менять, в первую очередь, в областном центре На что обращать внимание Хотя уже план мероприятий городадминистрации утвержден Там и озеленение Парков сквера Высадка цветов Я опять свою больную тему Это грязь, снег Конечно, это же экология, это же прямая Это же грязь, мы потом подсыхаем, мы ее вдыхаем все С этого и надо начинать Это же песко-соляные смеси и так далее, которые вредят и нам вредят, и животным вредят В нашей студии начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков заявил, что в рамках года экологии, в том числе, планируется создание проекта реконструкции системы ливневой канализации Ну, реконструкция Знаете, сколько, какую сумму она звучала? Вот сам проект, сам документ, 27 миллионов Может быть, но дело же, к какой реконструкции говорить, если ее нет? Реконструировать то, что есть А если ее нет, значит, с нуля строить Да, да, затраты очень большие, очень большие Вот, с вами видео, можно это попросить То, с чего мы начинали? Да Премьера, которая завтра проявлена Да, профинансировать создание ливневой канализации в городе Кирове Это очень длительный процесс и очень емкий С проектом 30 с Киров знакомы? Да Как вам проект проголосовавших уже порядка 7 тысяч человек? Очень, очень хорошее дело, там есть, конечно, косяки такие небольшие Например? Ну, не очень приятно, где участки, а поздно А, карта не слишком информативная Да, да, что это за сквер и так далее Ну, мне кажется, как первый клин, ну, никого он не получился нормально, мне кажется Посмотрим потом на результаты Многие предприятия уже изъявили желание и заявили о своих возможностях уже взять как бы А, кстати, я когда первый раз увидел, я это и подразумевал, думаю, сейчас предприятия наверняка включатся, ну, более-менее сильные предприятия, у которых есть средства, они включатся и сами начнут, думаю, оно так и получилось Ну, я напоминаю, что узнать о проекте «30скверов» можно на сайте соответствующем 30скверов.рф, там поэтапно в том же состоянии расписан План работы, лишь бы все сбылось Лишь бы все сбылось, так как оно запланировано Ну, я думаю, что в ближайшее время мы очередной эфир этой теме посвятим Ну, а на этот момент завершается особое мнение, особое мнение Николая Пихтина, общественника Спасибо за то, что пришли к нам, всего доброго Вам спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!